Привет всем! Сегодня я буду из моторчиков, пустых банок и палок делать настоящую паровую электростанцию и посмотрим, что у меня из этого получится. Поначалу я собирался использовать вот такой вот мотор от жесткого диска. Приделал к нему вот такую вот крыльчатку. Вот учтите, что крыльчатка в одну сторону туго крутится, а в другую сторону легко. Там стоит гидроподшипник, возможно паровой турбине и удастся провернуться. Но чтобы не рисковать, я решил изготовить еще одну. Взял пустую жестяную банку, срезал с нее крышку и к вот такому вот моторчику присоединил вот такое вот творение. Получилась вот такая вот шикарная турбина, она вращается очень легко. То есть дунуть она будет вращаться, а значит, наверное, она мне больше подходит. Дальше будем изготавливать станину. Станина будет из вот такого деревянного бруска, без молотка, но с помощью пассатиш и горячего клея я прилепил на этот брусок вот такое основание. Основание мне послужит основанием для моей вот этой вот электрогенерирующей установки. Ну, будет либо это, а скорее всего будет и это, и вот это. Эту я буду располагать вот таким вот образом, так будет красивее. Ну, а эту горизонтально. Вот, теперь надо, конечно же, оседлать силу пара. Как будем оседлать сиру пара? Сиру пара. Я не буду делать котел из вот такой жестяной банки, потому что это сложнее. Надо пропаивать вот эту вот всю фигню, делать там отверстие. Я решил сделать проще. Я воспользуюсь вот такой вот баночкой, а чтобы в ней создавалось достаточно избыточное давление, я продырявил ее хитроумным способом. Да, у нее теперь есть и предохранительный клапан, который, если что, вот здесь вот взорвется и откроется банка, не произойдет большого взрыва. И в то же время есть вот такое маленькое сопло, через которое будут идти выхлопные газы. Ну, точнее, пара. Заранее я в эту банку уже налил водички. Как это налить? Ну, хитрый такой способ есть. Теперь, значит, будем изготавливать крепеж для этого парового котла. Крепеж для парового котла я буду изготавливать из старого алюминиевого трансформатора и воспользуюсь вот этим вот трансформаторным железом. Оно хорошо гнется, его можно пассатишками вот так вот прогнуть и придать ему хорошую интересную форму. Резал я это трансформаторное железо маникюрными вот этими ножничками. Они справились пока еще живы. Но, наверное, резать лучше чем-нибудь более солидным, например, вот такими пассатижами или кусачками. В общем, из куска вот этой вот трансформаторной стали я сделал вот такую конструкцию. Да, напоминает омегу или значок ома. Эта конструкция как нельзя лучше опоясывает мою вот эту вот баночку. Вот она хорошо удерживается в таком варианте. Остается вот эти вот лопухи закрепить на доске. Ну, крепим, конечно же, горячим клеем. Да не, вру, конечно, это будет слишком просто или слишком ненадежно. Крепить будем шурупами и отвертками. Давайте покажу крупным планом процесс творчества. То есть, поначалу я хотел засверлить здесь дырки, там сделать хромированные клепки. Да кому это нафиг надо? Это же домашняя установка, которая будет вырабатывать много электричества. И я откажусь от щитов за электроэнергию. Вот так вот разместили. Отверточку вот так вот нажали, прикрутили. Потом в другую сторону. Ну, вам не видно, зато мне хорошо и удобно закручивать. Все, вот эту вот омегу, которая может послужить Wi-Fi пушкой или Wi-Fi антенной, я уже прикрепил достаточно надежно. Давайте еще один оборот шурупа. Хорошо, крепко закрепил, по-моему. Все, есть. Ну, теперь устанавливаем котел. Так, сейчас надо, чтобы вам крупным планом показать монтаж парового котла. Монтаж парового котла происходит вот таким вот образом. Чуть-чуть омегу прижимаем. И вот так вот устанавливаем наш паровой котел. Смотрите, вот уже проявляется наша установка. Все, паровой котел готов. Он у нас над доской, вроде над доской, чтобы было подогревать. Теперь что-нибудь смонтируем. Либо вот эту вот штуку смонтируем. Вот, посмотрим, как ее сможет пар продавить. Либо вот эту. Начну все-таки, наверное, с вот этой вот штукенции самодельной турбины. Проводочки я заранее припаял, потому что все, буду холодильник запитывать от этой установки, либо утюги с самоварами. И проверяем. Ничего не цепляет? Вроде бы ничего не цепляет. Надо бы еще смазки добавить. Пойду добавлю смазочки. Так, я добавил немножко маслица. Вот, заодно покажу, как я монтировал эту турбину. Здесь я намотал немножко изоленты. В крышке проделано отверстие, так, чтобы туго садилась эта штучка. Но она уже расшаталась. Чтобы не сильно шаталась, я ее пробочкой вот так вот к изоленте придавливаю. Вот, ну почти плотно. Для эксперимента нормально. Осталось только немножко отцентровать ее. Вот так. Теперь не будем нарушать традиции. И закрепим все это дело сопливым клеем. Так, вроде крутится. Все, можно делать крепеж. Где там сопляжуйчик? Вот так вот туда его побольше. Чтоб крепко держалось и сразу не отвалилось. Я понимаю, что горячий пар его потом расплавит. Но мы же не делаем какую-то супер установку, которая будет коллайдеры какие-то запитывать. Нам же побаловаться интересно, проэкспериментировать. Ну все, пусть застывает. Достольная домашняя электростанция готова к испытаниям. Вот, чтобы измерять электричество литрами и тоннами, мы будем пользоваться настоящим стрелочным амперметром. Не каким-нибудь цифровым, гадким, плохим. Вот, поначалу я хотел использовать свою супергорелку. Ну, ввиду отсутствия жидкой составляющей спирта, которая ушла на дезинфекцию от коронавирусов, да и размерчик не тот оказался. То есть, вот горелка сюда у меня не подошла. Пусть будет она в качестве декорации. Я буду использовать сушеный спирт, так же, как и сушеную корюшку. Ну что, братцы, зажжем и посмотрим судьбе в глаза, что у нас из этого получится. Смотрите, какая спичка-то шикарная. Сейчас зажигаться будет. Умеете так зажигать спички? О! А теперь горючее. Вот, ну я пока буду разводить пары. Вот мы немножечко сократим этот ролик. Вот так вот. В целях безопасности у меня здесь ведро с водой. Соблюдайте противопожарную безопасность в любом случае. А я пока буду подогревать. Вот уже слышно, как закипает вода. Ну, ждем, когда пойдет пар. Пока что пар слабо. А вот видно и пар. Ну-ка, ребята, видно пар? Видно пар. Уже начинает хорошо кочегарить. Ну что, поможем нашим кочегарам? Немножко подтолкнем турбинку? Нет, пока не хватает давления. Ну, давай еще. Вон уже как раскочегарилось-то, а? Основательно клещет пар, но турбина не с места. Давай-давай-давай-давай-давай. Увы, такая конструкция турбины оказалась неэффективной. Тарахтит, шипит, но не крутит, да, ребята? Ну, конечно бы сзади пылесос подключить или батареечку. Ну, это же будет неинтересно. Это ерунда будет такая, как обычно на ютубе показывают. Ну, давай-давай-давай-давай, кочегарь, ну-ка. Посильнее, посильнее. Перегреем банку. Ну, пар шурует только так. По-моему, двинулась турбина, ну-ка. Не, не двинулась, ребята, никак не двинулась. Турбину из моторчика никак сдвинуть я не смог. Попробуем другой вариант. После того, как раскрутить мотор с турбиной мне не удалось, я заменил генерирующую установку на двигатель от жесткого диска, а лопатки от счетчика для воды я еще прикрыл и вот такой пластиной. Чтобы максимально сконцентрировать давление пара на лопастях турбины. Ну что ж, давайте посмотрим. Котел загибает и скоро будет пар. Вдруг что-нибудь получится. Пар активно шурует, но вот никак давления не хватает, чтобы... чтобы она начала вращаться. Почти, 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 рядом, но никак. Давай, кочегарка, кочегарь. Скоро уже и клей расплавится. А обороты никак не идут. Хотя пар хорошо шурует, но, увы, и эта идея оказалась бракованной. Ну вот, проведя ряд экспериментов и испробовав разные генераторы, разные турбины, можно сделать некоторые выводы. Ну, во-первых, разогревать свечками крайне неэффективно. Это проблематично, плохо закипает и большой теплообмен. Надо изолировать здесь каким-нибудь кожухом. Момент второй. Лучше всего использовать сухое горючее, полную таблетку. Она очень быстро капитит такой котел. Момент третий. Надеяться раскрутить с помощью такого домашнего генератора вот такой вот двигатель, который хорошо генерирует электричество. Это наивные мечты. В принципе, можно раскрутить вот такие вентиляторы, потому как давление пара вполне может поддерживать вращение вот такого двигателя. Но для старта требуется толчок либо пальцем, либо, ну, не знаю, чем еще вы можете толкнуть. Если вы думаете, что у меня совсем ничего не получилось, то посмотрите ролик, в котором я вот такую самодельную турбинку весьма лихо раскочегарил всего лишь от двух свечек. Представляю, что бы было, если бы я ее здесь раскрутил. Вот такой агрегат вращаться будет. Но вырабатывать электричество он, конечно же, не будет. Не такой, не такой, как я ранее показал. И надеяться зажечь ярко вот такую светодиодную лампочку, а уж тем более лампочку накаливания не может быть и речи. Да, парочка, тройка светодиодиков, либо же светодиодная матрица путем преобразования в высокую частоту может быть засвечена. Это реально, этим я займусь в ближайшее время. А пока, пока кое-чему и научился. Вовсе не обязательно что-то делать окончательно работающее. Ведь можно преспокойно разговаривать о вечных двигателях, ковыряться в носу, делать гидротрансформаторы или рассказывать о том, что люстра Чизевского оказывается озонатором и при этом спокойненько вешать лапшу на уши доверчивым зрителям. В конце можно показать какой-нибудь фейк, похлопать в ладоши и попросить лайка и какого-нибудь доната. Я этого делать не собираюсь. Я собираюсь делать настоящую паровую электростанцию, которая действительно будет работать у меня дома. Возможно, не на моторчиках, а на каких-нибудь других приблутах. А на этом все, ребята. Пока. До следующих встреч.